Всем огромнейший привет, с вами снова Айс, мы продолжаем прохождение визуальной новеллы «Бесконечное лето». Похоже, оставшееся время до ужина мне предстоит коротать в одиночестве. Я решил пойти на восток. По крайней мере, туда, где находится восток в моем мире. Через некоторое время я оказался около футбольного поля. Там вовсю шел матч. Посмотрю, пожалуй, немного. В детстве и юношестве я довольно неплохо играл сам, и даже подумывал о профессиональной карьере. Но несколько травм подряд отбили у меня желание рисковать здоровьем ради туманной перспективы. На поле бегали дети совершенно разных возрастов. Вот мальчик лет десяти, девочка лет четырнадцати. Девочка? Так это Шулияна. Ну, в футбол играет, что удивительного. С ее-то неугомонностью. Я стоял довольно далеко от поля, но она все же меня заметила. «Эй, ты!» — крикнула Ульянка. «Играть будешь?» Я не знал, что ответить. С одной стороны, ничего страшного побегать минут десять. С другой, в моей ситуации любой неверный шаг может оказаться фатальным. Но в любом случае, одет я был явно не по погоде. Играть в зимних ботинках и теплых джинсах, и меня можно будет выжимать от пота. А играть босиком и в трусах попросту неэтично. «А давай в другой раз?» — крикнул я ей, развернулся и пошел назад. А Ульянка вопила мне вслед, что ли, то ли про трусы, то ли про труса. Постепенно в свои права начал вступать вечер, который нес с собой усталость и опустошение от бесцельно прожитого дня. Я вернулся на площадь, сел на лавочку и обессиленно вздохнул. Буду сидеть здесь и ждать ужина. В конце концов, искать ответы лучше сытым. Их же тут кормят, верно? А ведь интересно, как самые простые потребности человека отбивают желание мыслить, стремиться к чему-нибудь. Вот, я чувствую голод, и меня уже меньше волнует, где я и что со мной. Неужели великие люди тоже подвержены подобному? И как тогда, к примеру, Спартак в древности поднимал восстание рабов? Остается только один вывод. Я не великий человек, и мне, в принципе, все равно, в какой машине быть шестеренкой. Социуми, матрицы или непонятном пионерлагере. Моя мысль оборвала музыка, заигравшая с динамика, прикрепленного к фонарю. Наверняка, это сигнал к ужину. Я направился в сторону столовой, благо теперь знал, где она находится. На крыльце стояла Ольга Дмитриевна. Я остановился и пристально устаялся на нее, словно ожидая чего-то. Она тоже некоторое время смотрела на меня, но потом все же подошла. — Семен, чего стоишь? Проходи. — Наверное, ничего страшного не случится, если я пойду с ней. Такое решение одобрил и мой желудок. Мы вместе зашли внутрь. Столовая представляла из себя столовую. Мне в свое время доводилось бывать в заводской столовой. Это было в точно такой же, разве что почище и поновее. Железные стулья, столы, кафель на стенах и на полу. Не отличающаяся изысканностью потрескавшаяся посуда. Наверное, такую и должна была быть столовая в пионерлагере. — Семен, сейчас подожди, мы тебе место найдем. Она окинула взглядом помещение. — Стой, Двачевская! — Ольга Дмитриевна прикрикнула на приходящую мимо Алису. — Что? — Ты как одета? — А как я одета? Действительно, наряд ее был несколько вызывающим. — Немедленно приведи в порядок форму. — Ладно, ладно. Алиса поправила рубашку и прошла мимо, бросив на меня не очень приятный взгляд. — Итак, куда бы нам тебя посадить? Свободных мест было не так уж и много. — Давай вот сюда, к Ульяне. — Это, а может... — Да, точно. Как раз уже еда стоит. Мне не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. Конечно, была некая доля вероятности, что в котлетах яд курары верообильно сдоблена мышьяком, а вместо компота мне налили отличный антифриз. Но выглядело это так аппетитно, что я никак не мог устоять. — Эй, чего тебе? — спросил я довольно грубо Ульянку, сидевшую рядом. — Почему с нами в футбол не стал играть, а? — Да я не в форме. — Сказал я, показывая на свою одежду. — Ааа, ну тогда ешь. Однако есть было особо нечего. С тарелки пропала котлета. Это могла сделать только она. Нет, точнее, это не мог сделать никто другой, кроме Ульяны. — Отдай котлету. — Большой семье рда не разевай. Отвернулся и нет котлеты. — Отдай, кому говорят. Я грозно посмотрел на нее. Уже было вытянув вперед руку. — Нет у меня ее, смотри. Действительно, тарелка Ульянки была пуста. Похоже, есть эта маленькая девчонка так же быстро, как и котлеты выруют. — Ты не расстраивайся, сейчас что-нибудь придумаем. Она схватила мою тарелку и бежала куда-то. Догонять ее не было смысла. Если уж они хотят меня отравить, то может сделать это куда попроще. Примерно через минуту Ульянка вернулась и протянула мне тарелку, на которой лежала дымящаяся котлета. — Вот тебе голодающе, поволжья. — Спасибо. Только и смог сказать я. Все подозрения вмиг развелись, так мне хотелось есть. Я подцепил вилкой котлету и... — Что это? — Какой ты жук? — Нет, не жук. — Насекомое! — С ножками шевелится! — Тарелка полетела на пол. Разбившись в дребезги, а стул падая, больно ударила меня по ноге. Я с детства недолюбливаю насекомых, но когда эти насекомые умают тарелки, это уж перебор. — Ах ты маленькая! — Ульянка, похоже, готовая к такому развитию событий, уже стояла в дверях и смеялась так, как будто услышала свежую шутку Петросяна. Я бросился за ней. — Мы выбежали из столовой. — Нас разделяло всего несколько десятков метров, а мне казалось, что я легко догоню эту маленькую девочку. — Мы пробежали площадь. — Помещение клубов. — Выбежали на лесную тропинку, я начал задыхаться. Сижу, наверное, стоило бросить курить. Ульянка скрылась за очередные повороты, а моя потеряла ее из виду. — Просто не может быть, что я не смог ее догнать! — Не может, и все тут! — Я стоял и пытался отдышаться. Вечерело. Кажется, я заблудился. Ночью в лесу мне явно делать нечего. Лучше вернуться в лагерь. Однако я совершенно не представлял, в какую сторону идти. Что же, придется наугад. Я довольно долго плутал по лесу. Пару раз даже закрадывалась мысль позвать на помощь. Но наконец-то за деревьями показалась ограда лагеря. Все возвращается на круги своя. Автобус исчез. Тихо пробубнил я. С одной стороны, ничего странного. Не мог он тут просто так стоять вечно. С другой, значит, был все же водитель. Автобусы не ездят сами по себе. Или ездят. Этот мир казался слишком нормальным. Но каждое явление здесь имело как минимум два объяснения. Обычное, реальное, поседневное и фантастическое. Да, конечно, водитель мог просто отойти и перекусить. А я слишком быстро ушел, и вот. Но в любом случае, мне здесь не место. Самоходный автобус или нет, наверное, важно. Но куда важнее то, как я вообще сюда попал. И куда это сюда? Уносящиеся к горизонту поля и леса не давали никаких ответов. А в них не было ничего знакомого. Странный, непонятный, чужой мир. Но при этом совсем не страшный. То ли взял самоотвод, инстинкт самосохранения. То ли вся эта беготня по лагерю. Местные пионеры настолько убаюкали меня. Своей беззаботной нормальностью. Что я иногда просто забывал о том, что со мной произошло буквально пару часов назад. Хотя, возможно, просто не оставалось больше сил волноваться. Хотелось тишины и покоя. Просто отдохнуть от всего этого. И уже потом, со свежей головой, продолжать поиски ответов. Но это будет потом. А что сейчас? Имею ли я право расслабиться? Уже совсем стемнело. И при любых раскладах ночевать лучше в лагере. Я уже собирался идти назад, как вдруг кто-то бесшумно вынырнул у меня из-за спины. «Привет. Что ты так поздно делаешь?» Передо мной стояла Славя. От неожиданности я даже вздрогнул. «Не догнал Ульяну?» Она улыбнулась. Я расстроенно кивнул головой и вздохнул. «Неудивительно. Никто не может.» «Да, уж девочка-ракета прямо. Только вот сопля у нее в разные стороны. Сопла у нее в разные стороны. Ты, наверное, есть хочешь? Поужинать-то не получилось?» Действительно, я совсем забыл о голоде. Но после всех ее слов мой желудок ясно напомнил о себе, предательски заурчав. Славя улыбнулась. «Ну тогда пойдем?» «Разве столовая еще открыта?» «Да ничего, у меня ключи есть». «Ключи?» «Да, у меня от всех помещений лагеря есть свои ключи». «А откуда?» «Здесь кто-то вроде помощницы вожатой». «Понятно. Ну, пойдем». От такого предложения грех было отказываться. Когда мы вышли на площадь, Славя внезапно остановилась. «Извини, мне надо соседку предупредить, что я попозже приду. А то она сама такая пунктуальная, будет волноваться. Ты иди пока к столовой, а я через минутку, хорошо?» «Ну, ладно». Я никак не ожидал, что в столь поздний час там может быть кто-то, кроме меня. И этот кто-то явно безуспешно пытался открыть дверь. Без всякой задней мысли я поднялся на крыльцо. Взобщиком оказалась Алиса. Наверное, стола подождать в сторонке. Она некоторое время пристально смотрела на меня, а потом сказала. «Что стоишь-то? Помоги мне, что ли?» «В смысле?» «В смысле дверь открыть?» «Зачем? Булок я хочу с кефиром, не наелась». «А может, не стоит?» «Ты сам-то не хочешь есть, что ли, а?» «Оля, она, кстати, тебе уже нормально не дала». Она ехидну ухмыльнулась. «И правда не дала». «Так сейчас Славя придет и...» «Чего?» «Похоже, не стоило мне это говорить». «Тогда я отчаиваю. Я тебе припомню. За тобой уже второй должок». Этими словами Алиса скрылась в ночи. «Первый ты за что?» «Да я не понял, за что и второй». Славя не заставила себя долго ждать. «А, все в порядке?» «Да, почему ты спрашиваешь?» «Да нет, просто так. Не стоило я рассказывать об Алисе. Да все в порядке», — сказал я и тут же почувствовал фальшь в своем голосе. «Ну что, пойдем?» А вот Славя, похоже, ничего не заметила. Или, по крайней мере, сделала вид. Мы зашли в столовую. «Подожди, я сейчас что-нибудь принесу». Я сел на стул и принялся покорно ждать свою спасительницу. Ужин мой был нехитрым. Несколько булочек и стакан кефира. Не мудрено, голодные пионеры, наверное, съели все подчистую. Впрочем, это куда лучше, чем большая часть моего обычного рациона. Пока я ел, Славя сидела напротив и смотрела на меня. «Что, у меня что-то на лице?» «А нет, просто...» Она улыбнулась. «И как тебе первый день в лагере?» «Ну, я даже не знаю». Глупо спрашивать у человека, попавшего в одночасье в другую реальность, понравилось ли ему меню в столовой, вожатое и отведенное койко-место. «Ничего, скоро привыкнешь». Славя мечтательно устаялась в окно. По правде говоря, привыкать к подобному совершенно не хочется. Но это она не знает. Или, по крайней мере, хочет, чтобы я думал, что не знает. «Ну а так, вообще здесь мило». Надо было как-то прерывать неловкое молчание. «Да?» Без интереса спросила она. «Да, здесь так...» «Хотела сказать, стили ретро, и она и сдержался». «В конце концов, это для меня ретро, а для них?» «Может, они другой жизни-то и не знают?» «Есть ли тут вообще у места понятия жизнь?» «Так». Она внимательно посмотрела на меня. Так, как будто от моего ответа зависело что-то серьезное. «Ну, я не знаю, мило, да, тут мило». «Пожалуй». Она вновь улыбнулась. «Очень хорошо, что ты так думаешь». «Почему?» «Ну, не всем здесь нравится». «А тебе?» «Мне?» «Да, тебе». «Мне тут нравится, тут очень здорово». «Тогда не стоит обращать внимание на других». «Но я и не обращаю особо». Славя рассмеялась. «Кажется, этот разговор уводил меня куда-то далеко, совсем не туда, куда я хотел попасть». «А вот ты волнуешься». «Да? Почему?» «Ну, когда кто-то так сосредоточенно жует». «И извини». «Ничего». «И никак не мог заставить себя быть более осторожным с этой девочкой». «Впрочем, почему именно с ней, с любым местным обитателем?» «Все они казались совершенно нормальными». «Ретернат до зубной боли нормальными». «Но как человек-сосец с дрелью в одной руке и с сабвуфером в другой?» «Ни как человек-пассажир, слишком уж часто встречающийся в метро-иноземном транспорте?» «Ни как человек-коллега, обитающий за соседним столом в «Опенспейсе». «И даже не как человек-знакомый, который от других человеков отличается лишь непонятной назойливостью». «Все они казались нормальными, такими, какими и должны быть люди в моем понимании. Со всеми своими недостатками, но без сверхспособностей таких вот человеков». «А Славей была еще и милой». «Я украдкой посмотрел на нее, не знаю, что сказать». «Прости, хотела показать тебе лагерь, но совсем забегалась сегодня». «Да я сам!» «Вроде ничего не пропустил». «Прямо-таки ничего-ничего?» «Она улыбалась так, что мне приходилось от смущения прятать глаза». «Ну откуда я знаю? Я же здесь первый день». «Ну хорошо, и что ж ты уже увидел?» «Площадь, столовую, вот видел, футбольную площадку». «А пляж?» «Только издалека». «Обязательно сходили, давай вместе сходим». «Ну ладно, сходим». «Естественность Слави уже начала меня пугать. Вот я подумал, а вдруг так все и должно быть? Вдруг весь этот мир непонятен только мне? А для них он... родной? Может быть я попал в прошлое?» «Да, это бы многое объяснило». «А можно задать глупый вопрос?» «Нет». «Павел улыбнулся и встал из-за стола». «Уже поздно? Сам дорогу до Ольги Дмитриевны не найдешь?» «Найду, конечно, но зачем мне к ней?» «Поселят тебя кому-нибудь». «Зачем?» «Наверное, со стороны это выглядело глупо, потому что Славя рассмеялась». «Ну так спать-то тебе где-то надо?» «Логично». «Ладно, я побежала тогда». «Спокойной ночи». «Спокойной». «Странно, чего это нам так внезапно?» «Мое внимание привлекла связка ключей, торчащей из двери». «Я было собирался догнать Славю, но где она живет?» «А стучаться посреди ночи во все подряд, во все подряд домики, показалось не лучшей идеей». «Все же лучше взять, завтра отдам, а то мало ли что-то по ночам творится». «Я тут же поежился, ведь это мне в первую очередь стоило опасаться». «Ночь хоть и была темной, но совсем не тихой, отовсюду носились трекотания сверчков, пения ночных птиц, шелест деревьев. Внезапно очень захотелось последовать совету Слави и поскорее пойти к домику вожатой. «Не знаю почему, но вид неизвестного бронзового строителя коммунизма настраивал меня на созидательный лад. Я присел на лавочку и начал прокручивать в голове события минувшего дня. Этим мое сознание и ограничилось. Тут было куда светлее, чем у столовой, да изредка мимо пробегали запоздавшие пионеры, так что особого страха это место у меня не вызывало. Автобус, лагерь девочки. Я так устал от всего нового и непонятного, что не мог придумать ровным счетом ни единого объяснения всему происходящему. Рядом послышался тихий шорох. Я вздрогнул и посмотрел в ту сторону. Девочка читает книгу. «Лена?» Я решил подойти и поговорить. Она единственная из новых знакомых, с кем мне не удалось сегодня перекинуться и парой слов. «Привет, чего читаешь?» Лена от удивления аж подпрыгнула на лавочке. «Извини, не хотела тебя напугать». «Ничего». Она покраснела и снова уставилась в книгу. «Так что читаешь?» На обложке было написано «Унесенный ветром». «Хорошая книжка». «Спасибо». «Правда, я не читал, но ей, кажется, такая литература вполне подходит». Лена, похоже, не собиралась продолжать разговор. «Ну, если я тебе мешаю...» «Нет». Не отрывая взгляда от книжки, сказала она. «Можно я тогда посижу с тобой немного?» «Зачем?» «Да ведь и правда, зачем?» «Наверное, просто потому, что очень устал и в компании с кем-то лучше, чем одному?» «А может быть, получится от нее что-то узнать?» «Я внимательно осмотрел Лену». «Хотя нет, вряд ли». «Ну, просто так, не знаю. А что, нельзя?» «Можно». «Но если я мешаю...» «Нет-нет, не мешаешь». «Да нет, я могу и уйти». «Все в порядке». «Ну, раз так, я аккуратно сел на край лавочки. После такого оживленного разговора мне меньше всего хотелось находиться здесь. Но встать и уйти было бы как-то неудобно. Нехорошо получилось?» Лена ничего не ответила. Похоже, я выставил себя дураком. Ну, на этом мы завершаем очередную серию прочитанной визуальной новеллы. Всем огромнейшее спасибо, кто смотрел. И с вами была я совсем пока-пока.